Всем здорова, чуваки! Мне кажется, сегодняшний ролик мы должны были снимать 23 февраля, потому что именно в это время мужчинам дали какие-нибудь носки или там пену для бритья. И, кстати, именно сегодня про пену для бритья и пойдет наш видеоролик. Ну-ка, пену в студию! Всем здорова, чуваки! А сегодня мы хотим узнать, правда ли в дешевой пене столько же пены, сколько и в дорогой? Либо там меньше может быть, или там больше может быть. Вот хрен знает, давайте узнаем! Сегодня в нашем эксперименте будут участвовать 4 пены для бритья. Но самое интересное, на одной из них написан и объем, и масса, а на другом только объем. А самое интересное это то, что на самой дешевой и на самой дорогой пене для бритья указан и объем, и вес. Это придает нашему эксперименту еще больше интриги. И первое, что приходит нам в голову, это проверить, сколько весит пена для бритья. Действительно ли производители не врут и указывают точный вес на баллончике? Давайте это узнаем! И для этого нам понадобятся весы. И для того, чтобы нам определить реальный вес пены для бритья, нам нужно сначала взвесить каждый из этих баллончиков с пены внутри, а потом без пены. И начнем мы с самой дешевой пены для бритья, средняя стоимость которой 80 рублей. Ставим баллончик на весы и смотрим, сколько он весит. Ну слушайте, 264 грамма, это значит, что это вес пены с баллончиком. А получается, что производитель написал точный вес пены внутри. Но это еще нам предстоит проверить. А теперь возьмем пену чуть-чуть подороже, стоимостью 110 рублей. Так, ну и с этого баллончика уже на 3 грамма больше. Наверное, здесь краска была чуть потяжелее, либо металл потолще, хрен его знает. Давайте проверим остальные. Следующая пена стоимостью 160 рублей. Почему-то эта пена весит столько же, сколько и самая дешевая. Хотя, смотрите, баллончики у них абсолютно разные. Ну и последний, самый дорогой баллончик стоимостью 230 рублей. Странно, но самый дорогой баллончик весит на 20 грамм меньше, чем остальные. Но это неудивительно, потому что он меньше других по размеру. С весом полных баллончиков все понятно. И прежде чем определить вес пустых баллончиков, давайте узнаем объем пены в каждом из этих баллончиков. Слушайте, у меня как раз есть тара. Вот вы когда-нибудь заполняли пустую тару пены для бритья для того, чтобы определить у нее объем? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, конечно, я сомневаюсь в том, что есть такой человек. Прежде чем распылять пену в тару, необходимо хорошенько встряхнуть баллончики. Ведь так говорит производитель. Но перед тем, как мы будем распылять самую дешевую пену для бритья, нам нужно разрезать тару для того, чтобы удобно ее наполнять. Так, Леха, даю тебе возможность заполнить всю эту тару пеной. Держи. А я зрителям пока кое-что объясню. У нас есть вот такой вот маркер черный, специально для того, чтобы мы могли делать отметочку и определить количество пены каждого производителя. Почему мы решили делать именно таким способом? Потому что если мы будем поочередно каждую пену распылять, первая пена уже осядет, и это будет не объективно. Поэтому так будет гораздо честно. Что, Леха, еще много пены там? По ощущениям она как раз заканчивает. Стоит, конечно, учитывать тот факт, что здесь есть пустоты. Очень много причем. Но я думаю, это будет объективно для всех, потому что все находятся в одинаковом условии. Все распыляются в одну и ту же тару. Так что это будет очень честно и наглядно видно. Что, все? 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 А, подожди, а что это такое, Сюр? А, это пузыри какие-то. Я не верю тебе, Леха, дай мне. Слушайте, да, он пустой. Я думал, он заполнит две и даже больше. Офигеть. Неужели так мало? Ладно, я думал, можно долго так стоять. Я думаю, пена от этого больше не станет. Но, как видите, целиком наполненная тара, это вот такой вот дешевый баллончик. Теперь посмотрим на уровень пены в более дорогом баллончике. Так, ну открываем крышку следующего баллончика. На этот раз буду пшикивать я. Будем по очереди что-то делать. Ух ты. О, как нормально. Слушай, ну здесь поинтереснее, конечно, чем у тебя было. Мне кажется, здесь пены будет больше. Она еще так распыляется как-то странно. Блин, она, по-моему, много места занимает. Это что? Это что было? Это что, все? Предсмертный хрип. Не, ну здесь явно видно, что очень много пустот. У меня теперь еще больше уверенности в том, что для каждого из баллончиков не нужно будет больше одной тары. Потому что, смотрите, не наполняется. С тем баллончиком мы так же долго ждали, пока это все до конца выпчикается. Но там уже ничего не остается. Все. Это все. Это все. И это подороже. Что-то какая-то хрень, ребят. Давайте отметим. Так, отмечаем. Вот где-то вот здесь получается. Так, просто циферка 2. Это второй образец. Честно говоря, я думал, что в баллончиках будет хотя бы одинаковое количество пены. Но я не ожидал, что в дешевом ее будет больше. А следующее, это, наверное, самая популярная фирма, которая производит продукты для бритья. Леха, давай, теперь твоя очередь заполнять. Держи. Прошу. Сейчас узнаем, насколько она хороша. По сравнению с дешевой. Все. О, слушай. Эта пена похожа на монтажную пену, когда ее наносишь. Я уже не знаю, как ее повернуть, но она заканчивается. Что? Это все? Да ну нафиг, это что за это? Все? Мне кажется, это аутсайдер. Просто. Все. Да ну нафиг. Самая популярная пена для бритья, вы что, поняте? Это что такое? Тут даже воздуха меньше, чем вот здесь гораздо. Ладно, окей. Леха, я думаю, там давить уже нечего. Там одни пузыри выходят у тебя. Хорошо, вот она у нас, джилет. Самая популярная фирма. Джилет троечка, запомнили. Даже несмотря на то, что мы долго трясли баллончик, он реально пустой. Там нету ничего, абсолютно. Как это? Куда все делать? Почему у остальных так много здесь мало? А теперь переходим к последней и самой дорогой пене для бритья. Мы ее хорошенько уже встряхнули, так что мы готовы заполнять тару. Сломалась. Но это нас не останавливает. Мы готовы заполнять тару. Все, погнали. Раз, два, три. Все, я уверен, это фаворит. Это сегодняшний победитель, сто процентов. Или нет. Или нет. А так хорошо начинал. Да, да, да. Видно, что она прям очень пышная. Самая пышная пена вообще, которая из всех здесь была. Нет, по ощущениям есть. Ну, вроде бы нормально еще есть. Главное, чтобы воздуха хватило выдавить эту пену. Ей уже очень тяжело. Я теперь не знаю, зачем эта тара нам нужна была вообще. Все, ей плохо. Очень плохо. Ну все, я думаю, мы больше здесь уже ничего, наверное, не сделаем. Ну что сказать, здесь гораздо больше, чем последних двух. Это уже радует. Действительно, хотя бы цена оправдана, что ли. Хотя, самый фаворит все-таки остается у нас дешевая пена. Ну, давайте отметим самую дорогую пену. Она у нас где-то... Ну, вот как раз этот уровень и есть. Вот тут. Это 4. Прямо сейчас на своих экранах вы видите, сколько пены для бритья выдает каждый из баллончиков. И, честно говоря, я в шоке от того результата, который мы получили. Но больше всех меня удивил Джилет. Потому что у него уровень пены был самый низкий. Ну что, ребята, теперь наши баллоны пустые. И мы можем вернуться к первому эксперименту. Где мы их взвешивали полными. Поэтому сейчас мы будем вычитать вес каждого пустого баллона. Для того, чтобы определить вес самой пены. Погнали. Ну что, взвешиваем самый дешевый баллончик, который весил с пеной 264 грамма. Сейчас баллончик весит 83 грамма. А значит, вес самой пены 181 грамм. Так, ну а вес следующего баллончика... 87 грамм. Как мы помним, вес полного баллончика составлял 267 грамм. А это значит, что вес пены здесь 180 грамм. Теперь взвешиваем баллончик более дорогой. Из общего веса баллона вычитаем 86 и получается 177 грамм. Ну и сколько же весит самый дорогой баллон? 67 грамм. Получается, что вес самой дорогой пены 181 грамм. Так же, как и в остальных баллонах. Хотя некоторые производители заявляют, что вес пены 194 грамма. Но я думаю, это можно списать на то, что где-то на стенках осталась пена, либо не хватило воздуха просто ее выдавить. Хоть пена внутри баллончиков примерно одинаковая, этого нельзя сказать про объем. Мы в этом сегодня наглядно убедились. Поэтому, если вам нравятся подобные видеоролики, обязательно ставьте лайк. Пишите внизу в комментариях, что бы вы хотели, чтобы мы еще проверили. Подписывайся на канал. Всем пока!